здравствуйте с вами министерующий катерина и это новости in poland темы сегодняшнего нашего выпуска во вратславе на острове тамка состоялось открытие винтажного магазина вы могли приобрести винтажные украшения и виниловые пластинки в польше задержали более 100 иностранцев нелегально работающих в агентстве по трудоустройству в польше задержали и депортировали украинца который вовремя не платил штраф в феврале планируется открытие ресторанов и тренажерных залов в польше в польше отметили день бабушки и день дедушки отныне граждане украины которые сделают перед ездом в польшу тест на коронавирус освобождены от карантина а теперь подробнее все еще ищете простой и выгодный способ денежных переводов из польши споко на данный момент самый лучший сервис денежных переводов команда споко разработала приложение с помощью которого вы мгновенно сможете перевести деньги любой картой виза или мастеркард или блик в любой банк украины и всегда по лучшему курсу отправляйте без комиссий на приватбанк все еще сомневаетесь тогда скачивайте приложение и проверьте сами ссылка на приложение находится в описании под видео откроются ли феврале рестораны и тренажерные залы в польше во время пресс-конференции премьер-министр матеуш мировецкий сказал что возможно наиболее пострадавшие предприниматели смогут вернуться к бизнесу феврале он отметил что их открытие зависит от эпидемиологической ситуации в стране которая до сих пор является сложной если увеличится количество инфекций и смертей нам придется пересмотреть планы я хотел бы чтобы эти отрасли были открыты как можно быстрее в течение следующих 10 дней мы хотим разработать протоколы пандемии с этими отраслями феврале но мне трудно сказать с какого числа февраля мы хотим внедрить эти протоколы сказал матуш моровецкий глава правительства также заявил что существует несколько отраслей наиболее пострадавших от пандемии коронавируса он отметил что они закрыты поскольку является основным источником заражения напоминает что существующие ограничения продолжены по крайней мере до 31 января этого года к тому времени гостиницы и рестораны фитнес-клубы и спортзалы не будут работать однако предпринимателю уже открывают кафе дискотеки спортивные залы гостиницы и подъемники на снежных склонах несмотря на ограничения правительства из-за распространения коронавируса кто-то теряет бизнес не дождавшись помощи от государства а кому-то надоели ограничения предприниматели начали движение отверраны защиту бизнеса от ограничений они создали интерактивную карту свободного бизнеса на которой обозначены учреждения которые открываются вопреки ограничениям люди могут добавить свой бизнес если он запрещен всего лишь заполнив анкету предприниматели ссылаются на то что национальный карантин не соответствует конституции штрафы наложены санитарной инспекцией суды отменяют поэтому если есть желание посидеть в кафе нужно где-то переночевать или просто хотите покататься на лыжах есть возможность поддержать бизнес отныне граждане украины которые сделают перед ездом в польшу тест на коронавирус освобождены от карантина правительство польши 22 января поздно вечером приняло решение которое упрощает иностранцам пребывания в польше и можно будет не проходить обязательный карантин для этого следует в течение 48 часов перед пересечением границы сделать тест на коронавирус результат которого будет отрицательным сделать это можно и в украине однако сам документ должен быть продублирован на польский или английский язык напоминаем что дальше действует запрет въезда в туристических целях польшу для граждан украины в то же время данное ограничение не касается граждан беларуси в польше задержали более 100 нелегально трудоустроимых сотрудники пограничной службы в августове провели проверки незаконности трудоустройства в одном из подлясских агентств занятости инспекция проверила 198 иностранцев среди них граждане филиппин индонезия азербайджана грузии украины непала и беларуси как оказалось 112 иностранцев работали незаконно без необходимых разрешений и декларации еще четверо из них были обмануты по поводу работодателя и работы она не отвечала заявленных документах кроме того был выявлен ряд нарушений ведения документации все это чревато агентство по трудоустройству штрафом до 30 тысяч злотых отдельные разбирательства ведутся в отношении иностранных работников без разрешения на работу каждый из них подлежит штрафу в размере не менее 1000 злотых 23 января состоялось открытие однодневного винтаж шоп на острове танка во вроцлаве там вы могли приобрести оригинальные модные украшения винтажные аксессуары а также виниловые пластинки винтаж шоп можно было найти отборную необычную одежду прошлых десятилетий качественного и тщательного пошива которого нет в современных сетевых магазинах здесь вы могли безопасно и в уютной атмосфере сделать покупки без отходов и поддержать малый местный бизнес были подоставлены горячие напитки на вынос в баре также специально приглашенный диджей заботился о музыкальном оформлении вход был бесплатный вход был только в масках также присутствовали дезинфицирующие средства а количество людей в магазине контролировалась польша задержали и депортировали украинца который вовремя не оплатил штраф сотрудники пограничной службы в закопанной задержали гражданина украины пребывание иностранца на территории польши противоречило нормам задержание состоялось в городе мысленнице об этом сообщило карпатское отделение пограничной службы ранее украинец был приговорен к штрафу в размере тысячи злотых за хранение наркотических средств и психотропных веществ как следствие данные иностранцы были несены в список иностранцев пребывание которых на территории республики польша является нежелательным командир пограничной службы в закопанах выдал решение которым обязывает гражданина украины вернуться на родину запрещая повторный въезд на территорию польши и сенгеновской зоны сроком на три года кроме того мужчину оштрафовали на 100 злотых за то что он находился на территории польши не имея на это законного права больше отмечался день бабушки 21 января и день дедушки 22 января в таких случаях во вросове всегда проводилось огромное количество мероприятий которые жители города с удовольствием посещали день бабушки и дедушки в двадцать первом году совпадает с пандемией коронавируса а это означает что многие внуки не смогут навести своих близких чтобы не рисковать тем не менее центр для пожилых людей врослава подготовил ряд мероприятий онлайн чтобы сделать это день особенным несмотря на ситуацию стране так празднование началось 15 января и продлится до конца месяца все бабушки и дедушки могут рассчитывать на виртуальные занятия по профилактике здоровья семинары по северной ходьбе образовательную встречу по сбалансированному питанию или полипрагмазии музыкальные классы мемориалы и встречи поколений а также фото конкурс участие в встречах бесплатное просто нужно зайти на сайт синьёжи точка врослав точка пл и выбрать одну из интересующих ссылок людям которым может потребоваться помощь при входе на сайт сотрудники центра для пожилых людей вопросов и предлагают помощь по телефону или по электронной почте это были все новости недели смотрите нас каждую среду чтобы быть в курсе актуальных событий и не забудьте подписаться также вы можете нас смотреть и в других социальных сетях а а